всем здорова сегодняшнее видео как вы уже поняли мы будем устанавливать android 9 на xiaomi redmi 3s модель я бы не сказал что старенькая и у многих она на руках поэтому я решила почему бы не снять видео инструкцию также по этой же инструкции которую покажу чуточку позже вы можете установить себе android 8 android 7 6 то есть на любой цвет и вкус и так же можете установить разные кастомные версии MIUI 10 я буду ставить android 9 от pixel experience но есть около 20 видов прошивок android 9 от разных разработчиков поэтому выбора у вас хватает то я думаю на любой цвет и вкус можно будет подобрать и android 9 ну а сейчас давайте посмотрим каким был и каким стал наш телефон после установки android 9 и начнем установки прошивки поехали и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, еще раз всем привет! Меня многие просили в комментариях, чтобы я не ускорял видео. Окей, я его не ускоряю, но видео длилось почти 10 минут, и мне пришлось его хотя бы чуть-чуть урезать в некоторых местах, чтобы длительность видео хоть как-то уменьшить. В противном случае видео будет идти больше получаса. Ну а мы ведь все не любим, когда видео идет долго, но зато хотим знать все от А до Я. А такое не бывает. Если вы хотите все понимать, тогда видео должно длиться дольше, чтобы вам все объяснить тщательно, чтобы у вас не оставалось никаких вопросов. Сейчас, как говорится, вы можете видеть в реальном времени, без перемотки, вживую, как работает интерфейс Android 9, насколько быстро работает, насколько плавно и так далее. Ну и, соответственно, для себя сделать Vivid стоит вставить эту прошивку или нет. Но я напомню, что если вам не нравится это, есть еще куча других прошивок на базе Android 9, а также на 8 и на 7. Я хочу отметить то, что я никого не заставляю, не призываю устанавливать какие-то кастомные прошивки на свой аппарат. Уж тем более, если вы этого ранее никогда не делали, и вы не знаете, как и что делается. Хотя я буду все показывать и не знаю, каким нужно быть, чтобы делать все по инструкции моей и получить кирпич. Я, как и все, везде решил предупредить вас, что за ваши действия я никакой ответственности не несу. А то мне некоторые пишут, привет, прошил по твоей инструкции, у меня кирпич. Ну, как такое может быть? Я показываю, как я делаю. Ты повторяешь за мной, и у тебя кирпич, а у меня все зашибись. Как такое может быть, если один и тот же телефон? А все по вашей невнимательности. Кто-то ставит Recovery совсем другое. Кто-то ставит, допустим, у меня на Android 7 я ставлю прошивку сверху, девятку. А у кого-то там с пятерки, с шестерки и так далее. Такое очень часто бывает, кстати. Я показываю инструкцию, как установить рут на Android 7. У человека Android 8 он делает по моей инструкции, потом говорит, у меня кирпич. Так я же говорил, что инструкция для Android 7. Почему ты ставишь на восьмерки? Сейчас наверняка некоторые подумают, о нет, тогда не буду прошивать, не буду ничего трогать. Ребят, не бойтесь, прошивайте, убить прошивкой телефон это почти нереально. Поэтому пробуйте, будут вопросы, пишите в комментариях, пишите мне в группу ВКонтакте. Там сидят хорошие ребята у меня, модераторы, они вам помогут, подскажут. Но не нужно никого обвинять в том, что вы там как-то сделали и получили кирпич. Это я к примеру говорю. Просто мне поступают иногда такие высказывания от разных моих видео. У меня, благо, на канале почти 250 видеороликов с прошивками, почти на все модели, которые только можно установить прошивку. Поэтому дерзайте, не бойтесь открывать для себя что-то новое и давать вторую жизнь своему телефону. Кстати, еще бывает такое, вот у меня есть ролики, которые я снимал год, там полтора года назад. И некоторые мне там по сей день пишут, допустим, слушай, вот я установил твою прошивку и у меня тут то-то, то-то. А у тебя также, ребят, вы учтите, что я этими телефонами не пользуюсь. То есть они у меня появляются, я их покупаю, я их прошиваю. Я тестирую прошивку, снимаю видеоинструкцию, потом продаю. И, соответственно, до того, как я опубликую видео в YouTube, этот телефон у меня уже физически перестает быть на руках, потому что я его продаю, либо меняю на другую модель, чтобы снять новую видеоинструкцию для другой модели. Поэтому спрашивают у меня какие-то такие нюансы. Это почти бесполезно, потому что почти каждый день я прошиваю телефоны. Через мои руки прошло сотни телефонов разных моделей, разных брендов, соответственно, везде инструкции разные. И все это в голове у меня просто не укладывается. Я забываю некоторые моменты, там, где я что делал, как устанавливаю recovery и так далее. А то некоторые мне пишут, слушай, говорит, а как вернуться на родную прошивку? Я говорю, стоп, так я же в конце видео, после того, как я показал, как установить девятку, в конце я показал, как вернуться на родную прошивку. Он такой, ай, блин, а я не досмотрел, спасибо. Как можно не досмотреть видео до конца, начать прошивать свой телефон? Как? Блин, это же такой шаг, тем более для непонимающего человека. Он, не досмотрев видео, начинает прошивать, ставить рут и так далее. Поэтому обязательно досмотрите в конце видео. Я вам покажу, как вернуться с кастомной девятки, восьмерки, неважно, на официальную прошивку. И все вернем в заводское состояние. К примеру, если вы решили продать, там, еще что-то. Ну что ж, ребят, давайте начнем к установке Android 9 на наш телефон. Сейчас я ставлю родную официальную прошивку и мы начинаем. Поехали! Итак, я установил родную прошивку, самую последнюю на данный момент. Это MIUI 10. И сейчас я быстренько пройду все настройки и мы продолжим. Итак, все, прошивка наша запустилась. Если у вас MIUI 9, 8 и не обновляется, то в конце видео я вам покажу, как установить MIUI 10. Так что вы можете даже не ставить девятку, а просто обновиться до MIUI 10. Но если вы все же решили ставить девятку, то следуем моей дальнейшей инструкции. Значит, учтите, что все данные с телефона сотрутся. Поэтому, если есть что-то важное, заранее сохраняем на компьютере. Разблокируем загрузчик. Как это делается, я уже показывал в отдельном видеоролике. Ссылка на этот ролик будет в описании. Переходите, смотрите, разблокируйте и затем возвращайтесь к этому видео. После разблокировки желательно выйти со всех аккаунтов. Google аккаунт и Mi аккаунт, чтобы в дальнейшем у нас не было проблем с подтверждением аккаунта. Если вы это все сделали, то смело выключаем наш телефон и вводим в режим Facebook. Как мы это делаем? После того, как мы выключим телефон, зажимаем одновременно кнопку включения и уменьшить громкость. После этого появляется зайчик, мы подключаем телефон к компьютеру и переходим к самому компьютеру. Итак, друзья, телефон наш подключим в режиме Facebook. Что мы делаем на компьютере? Я вот создал папочку, наживал Redmi 3S, захожу сюда. Значит, на все, что я покажу, будет ссылка в описании. Это наша прошивка. Прошивку обязательно скачиваем на компьютер сперва, конечно же. Если у вас есть флешка в телефоне, то можете скачать и сразу на флешку переместить. Но я буду показывать, как это все делать без microSD карточки. Также с описания скачиваем tvrp-installer. Скачиваем tvrp в формате imgm. Скачиваем emms. Вот этот вот файл. Значит, вот этот вот архив мы нажимаем извлечь текущую папку и получается вот такая папочка. Заметьте, в диск C идти не надо. На рабочем столе все это можно делать. Захожу сюда. Здесь нам нужен файл tvrp-installer. Значит, два раза мы тапаем. Открывается окошко. Мы нажимаем кнопкой Enter. Затем еще раз нажимаем Enter. И ждем. Теперь можем еще раз нажать Enter. Все. Recovery установилась успешно. Телефон наш сейчас перезагрузится. А мы нажимаем еще раз Enter и окошко закрывается. Теперь, смотрите. Идем в мой компьютер. И ждем. Сейчас память телефона должна отображаться на компьютере. На телефоне мы делаем свайп. Стрелочки тянем направо. И видим, что Redmi 3S появилась. И вот память нашего устройства. Смотрите. В память нашего устройства мы копируем. Значит, вот этот вот файл. Заметьте, распаковывать не нужно. А также сам Recovery. Вот эти вот два файла мы копируем. Мы уже скопировали. Перетащили просто. Все. Теперь мы переключаемся на телефон. И я вам скажу, что делать дальше. Recovery наше установилось. Отсоединяем телефон от компьютера. Делаем свайп. Сейчас я убавлю немножко яркость, чтобы вам было лучше видно. Идем в Install. Спускаемся в самый низ. Находим наш файл. Нажимаем на него и делаем свайп. После этого возвращаемся в главном меню. Reboot. И выбираем Recovery. Телефон перезагрузится в Recovery. Снова идем в Install. Install Imagia. Выбираем наш Recovery. Нажимаем. Выбираем Recovery. И делаем свайп. Идем в главное меню. Reboot. И выбираем Recovery. Телефон снова перезагрузится в Recovery. Теперь идем в Вайп. Формат Data. И вводим английскими словами Yes. После этого подтверждаем. Если у вас тоже появляется ошибка красным, то это значит, что вам нужно будет перезагрузиться снова в режим Fastboot. И с компьютера снова установить Recovery. Затем первый файл перезагрузится. Второй файл перезагрузится. И потом заходить в Вайп. И повторять всю процедуру. То есть нужно добиться того, чтобы у вас не было ошибок никаких. При форматировании даты. Два раза нажимаем назад. Заходим в Advanced Vib. Ставим галочки тоже такие же, как у меня. И делаем свайп. Теперь снова подключаем телефон к компьютеру. И в память нашего телефона копируем нашу прошивку. Если у вас прошивка на флешке, то смело заходим в Install и устанавливаем прошивку. Не знаю, как вы, но я уже скопировал отмучившись минут 5. Прошивку в память телефона. Теперь идем в Install. Нажимаем на нашу прошивку. И делаем свайп. Ждем где-то минут 5, пока установится. Так, прошивка наша установилась. Нажимаем Reboot System и Do Not Install. Ждем где-то еще минут 5 и система наша запустится. Так, прошивка наша запустилась. Пропускаем начальные настройки. Все, прошивка готова к работе. Вот такая вот легенькая инструкция по установке Android 9 на Redmi 3S. Ну а теперь, друзья, вы можете наслаждаться этой прошивкой. А я вам покажу, как вернуться на родную прошивку. Итак, для этого мы просто тупо выключаем наш телефон. И вводим его в режим Facebook. Я думаю, все уже вы помните, как туда заходить. Кнопкой включения и уменьшить громкость. Держим до тех пор, пока не появляется зайчик. И подключаем телефон к компьютеру. Переходим, собственно, к самому компьютеру. Итак, друзья, скачиваем с описания под видео официальную прошивку. Вот так вот она называется. LandGlobal MIUI 10. Извлекаем вот таким вот образом. Извлечиваю такую-то папку. Получается у нас вот такая вот папочка. Заходим сюда. И тут у нас еще одна папка. И здесь всякие там файлы. И здесь куча файлов. Что мы делаем? Заходим в эту папку. Смотрите, вот эту вот копируем. Запомнили? То есть не вот целиком эту папку, да? А вот заходим в нее. И вот эту вот мы уже копируем. И идем в диск C. Диск C пока что вставляем сюда. Сюда. После этого мы идем. В описании под видео будет еще один архив, который называется Tools. Этот архив вот он у меня здесь. То есть в извлеченном уже виде. У вас он будет в виде архива. Вот таким вот образом. Извели кете. И получится такая папка. Здесь будут вот такие вот файлы. На это не обращаем внимания. Просто копируем. Идем в диск C. И чик. Сюда мы вставляем. Вот видите, у меня папка здесь уже. Потом. Вы папку с прошивкой копируете. И вставляете в эту папку. Вот видите, у меня здесь уже есть. Затем. Идем в эту папку. И вот так вот берем. Все копируем. И сюда мы вот. Сюда мы вставляем. То есть в эту папку Tools. И у вас будет столько же файлов, сколько и у меня. И видите, здесь папочка Image. Все хорошо. Так. Телефон в режиме Fastboot. И смотрите. Если вы хотите просто вернуться на родную прошивку MIUI 10. То выбираем FlashLBAT. Если вы хотите вернуться на родную прошивку. И заблокировать загрузчик. Выбираем FlashLog.bat. Блокировать загрузчик, конечно же, я не советую. Потому что потом придется опять ждать 3 дня, пока разблокирует этот загрузчик. Зачем вам это надо? Просто выбираем FlashLBAT. Два раза тапаем. И понеслась прошивка. Ждем минут 5. После этого телефон перезагрузится. Еще минут 5 он будет включаться. И все. Запустится MIUI 10. Пользуйтесь на здоровье. Родная прошивка. Собственно, таким вот образом это все происходит. Надеюсь, все вам было понятно. У кого какие вопросы, пишем в комментариях. А также подписываемся на мои группы ВКонтакте, в Телеграме. Там ребята сидят и вам помогут, если вы что-то не знаете. И вам срочно нужен ответ. Все. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Всем пока. До скорых встреч. I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about?